И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTube Games, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Многим может показаться эта серия немножко странной, но все меня, многие из вас просили давно показать в серии по Space Engine полеты на каких-нибудь разных кораблях, или просто рассмотреть вообще, какие корабли присутствуют в данном симуляторе. Ну что же, ребятки, давайте посмотрим вообще, покажу, что у меня есть. Так, в мастерской, значит, я посмотрел некоторые корабли, я не стал добавлять кучу всех кораблей, дабы мой симулятор не лагал, не фризил, не конфликтовал с другими модами, и добавил несколько кораблей, и также здесь есть несколько кораблей, которые уже были. Ну, мы посмотрим те, которые я установил с мастерской. Так, давайте начнем с чего? Можно посмотреть, конечно, так, альтернативный, вот такой вот межпланетный, что ли, какой-то вселенский, что это, аппарат, аппараты фон Брауна, если для тех, кто не знает, то такой фон Браун, это немецкий ракетостроитель, который придумал ракету V-1 в годы Великой Отечественной войны, и американцы его там, американские разведчики его украли, естественно, перетащили в Штаты, и этот человек придумал ракету Аполлон. Были некоторые задумки, чтобы построить какие-то ракеты, не знаю, космические станции, межпланетные станции, были чертежи у этого человека, и в игру внесли примерно то, что могло бы быть на самом деле. Так, посмотрите, у меня, кстати, ребятки, есть отдельная серия по кораблям фон Брауна, ссылочка будет в описании, посмотрите всем тем, кому интересно, там корабли выглядят просто изумительно. Вот такой космический аппарат, даже какая-то космическая станция, Луна-1, Возможно, этот аппарат был, ну, он не был создан, но был на зарисовках, и хотели его создать для полетов с Земли до Луны, или чтобы эта космическая станция парила вокруг орбиты Луны. Довольно-таки интересная станция. Да, Луна-1, а есть еще какие-нибудь у нас нанесенные знаки, что-нибудь в этом роде. Где же опознавательные знаки США или НАСА? Видимо, ничего этого нету, но вот такой аппарат планировали, скорее всего, запускать на орбиту Луны, чтобы, ну, типа, знаете, такая межпланетная станция какая-то, типа, как космическая станция, Мир и всему тому подобное, здесь бы были бы, находились некоторое время космонавты, которые опускались бы на поверхность Луны для различных изучений, или полетов, перелетов с Луны до Земли. Так, ну, что ж, ладно, окей, давай сейчас посмотрим мы еще одну станцию. А вот, кстати, да, вот, смотри, вот знаки фон Браум. Так, это у нас, я так понимаю, логотип военно-воздушных сил США. Ладно, окей, хорошо, я понял. Давайте приступим, посмотрим к следующему аппарату, что у нас есть. Некоторые аппараты вы уже, возможно, видели в других каких-то наших сериях. The Plutonian Empire. А, это самолеты, ребятки, это самолеты, ну, могу вам, конечно, показать. Вам Ringjet Airlines A380, самолет, который летит в космосе. Приколись, это здорово. Да, это, ну, серия, по-моему, у нас... Блин, я не помню, какая конкретно серия, где мы смотрели самолеты с вами. А то, что, смотри, нанесен знак Земли с кольцами, это прикольно. Возможно, это... Стой, Ringjet Airlines? А, я вспомнил эту серию. Это серия, где у нас терраформированы, по-моему, все другие планеты Солнечной системы. И мы там летали, вот на этих всех самолетах, где у нас человечество преодолевало расстояние. Да, на самолетах с материка до другого материка. Короче говоря, так, что-то у меня прям... Что-то шибко у меня подлагивает симулятор. Так, давайте, наверное, тогда будем делать так. Будем уничтожать все эти объекты. Может быть, из-за этого такие лаги происходят. Так, давайте посмотрим следующие объекты, которые здесь есть у нас. Так, это реальные, я туда не хочу заходить, не буду смотреть. Там это реальные объекты, у нас шаттлы и все прочее. Объекты... Space X... Space X, простите. Так, стратегический, космический какой-то... Я не знаю, звездолет, ССЦ, Лейв Эриксон. Но Эриксон, я знаю, есть такой телефон, точно. Блин, вот такой корабль, посмотри. Это, наверное, тоже какой-то ретро-космический звездолет. Может быть, из какой-нибудь игры. Да, мы сейчас рассмотрим много здесь звездолетов, которые есть в различных играх. Короче, увидите в комментариях, мне напишите. Какой корабль из какой игры. Так, тоже своего рода звездолет. United States написано у нас на крыльях. И посмотри, сзади нанесены какие-то египетские иероглифы. Что это, блин? Может, это... Да, это... Стой, режим полета межпланетный. Возможно, возможно, этот звездолет предназначен для путешествий, дальних путешествий на другие планеты, какие-нибудь там, я не знаю, экзопланеты, которые сейчас мы знаем с вами. Что у него за двигатели? Это какие-то ядерные двигатели? Непонятно. Да, непонятно. Я пробовал пролететь на этом звездолете, но, знаете, я только включаю все его двигатели. И этот аппарат начинает кружиться как просто, как сумасшедший, как юла. Его фиг остановишь. Так вот, о чем я. Возможно, да. Этот корабль создан для того, чтобы путешествовать, преодолевать большие расстояния, путешествовать по планетам. А иероглифы нанесены для того, чтобы другие жители, там, обитатели, пришельцы, инопланетяне, кто там на других планетах может находиться, чтобы примерно по иероглифам они могли бы там посмотреть, откуда этот корабль прибыл. Ну, что-то в этом роде узнать что-то о человечестве. Так, ладно, давайте посмотрим следующий наш корабль. Давайте мы этот уничтожим. Да, потому что что-то подлагивает. У меня такое, конечно, впервые. Ретро НАСА. НАСА. Так, подожди. Ретро Вижер. Пегакорн Лайтспид 2. Планетолет. Интересно. Интересно, что... Что это такое? Посмотри. Так, стой, 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 стой. Здесь очень плохо видно. Давайте перелетим сейчас. Блин, ближе вот так к Земле, чтобы... Вот здесь попадало солнце и отсвечивало наш корабль. Так, пегакорн. Сейчас я уничтожу и поставлю вот этот корабль. Вот, отлично. Здесь, в принципе, должно его, наверное, нормально видно быть. Что это за ела? Это ж... Для чего вообще нужен? Предназначен был бы вот этот объект. Интересно. Стой. Блин, я хочу даже сейчас попробовать поуправлять им. Планетолет. Планетолет. Возьмем управление. Так. По орбите. Движение по орбите. Ну, давай. Давай попробуем. Давайте. Сейчас, подожди, стой. На самую низкую скорость. О, посмотри. Да, у нас есть... Зажигается двигатель. Все замечательно работает. Ого. Ого. Интересно, интересно. Слушай, можем поворачивать как-то? Да, спокойно разворачивается. Сейчас мы поставим нормальную скорость. Отлично. И вот теперь можно на нем полетать. Ой, я не понимаю, что это такое. Я бы придал значение, конечно, значимость, знаете. Я бы назвал это каким-нибудь спутником. Передающим спутником. Или передвигающимся каким-то телескопом. Блин. Непонятно, непонятно. Ладно, давайте рассмотрим следующий объект. Тут, конечно, объектов полным-полно. Так, здесь мы были. Стартрек. О, кто смотрел Стартрек? Кто смотрел Стартрек, напишите мне в комментариях. Я, честно сказать, я слышал об этом сериале или что там. Фильм, по-моему, да? О, известный корабль. Известный корабль из Стартрека. Сколько длина? 642 метра? Ого, слушай, да это небольшой городок, я тебе скажу. Ох, как здорово смотрится этот корабль. Энтерпрайз. Классно. Слушай, я сейчас даже попробую взять управление. Честно говоря, я боюсь управлять этой громадиной. Так, подожди, мне нужно переключиться на этот объект. Ну, боже, ну что такое, почему ты не можешь? Стой, 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 я... Да, все-таки я взял. Взял, взял управление. Отлично. А можно как-то приблизить все данное действие? Ну, хорошо. Хорошо, давайте берем управление, зажигаем двигатели и полетели. И начинаем наш полет. Я так понимаю, будем летать вокруг орбиты? Или он будет сейчас опять крутиться как сумасшедший? Во, все, вроде бы я настроился. Можно, конечно, ускорить сейчас время, но я боюсь потерять над ним управление. Классно. Красивый объект достаточно, очень красивый объект и очень детализирован. Посмотри, да, реально. Я не смотрел Стартрек, но я смотрел... Видел, вернее, где-то вот эти вот корабли там... Из Стартрека. Возможно, в трейлере в каком-то он мне попадался или еще что-то. Так, ладно, хорошо. Давайте... Так, стоп. Давайте... Если будете бомбить в комментариях, типа... Слушай, ты не умеешь управлять кораблями и всему там прочее. Да, честно сказать, я не особо умею управлять кораблями. Так что... Не надо меня бомбить. Так, Стар Ворс. Звездные войны. Ну, кто не смотрел Звездные войны? Звездные войны, наверное, смотрел... Каждый второй. Космическая станция Звезда Смерти. Знаю одного человека, которому сейчас бы было очень интересно на это посмотреть. Ох. Здорово выглядит. Слушай, довольно-таки четко детализировано. Давай попробуем опуститься ниже. Может, мы увидим здесь... Не знаю, какие-то... Плазменные пулеметы или еще что-то в этом роде. Помните Скайуокера, который пролетал вот... Не знаю, что это... Ох. Ох. Мы в Звезде Смерти. Нет, 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 нет. Я не хочу туда. Так вот, о чем я? Помните тот момент, когда Скайуокер летел... Вот здесь, на корабле... А Винг, по-моему? Вот сейчас мы совершаем тот же полет. Это здорово. Вот такая вот примечательная Звезда Смерти, которая... Прямо-таки у нас парит над планетой Земля. Так, давайте следующий объект. Так, Марсианин. Я не буду даже смотреть. Ну, давайте посмотрим что-нибудь еще... В Звездных Войнах. Это... Так, космический аппарат Архуентис Класс Круизер. Кому он может принадлежать? Мне интересно. Ну, точно не повстанцам, наверное, да? А, слушай, мне знаком этот корабль. Сейчас я прямо-таки поставлю... Построю здесь еще один империанский корабль. Вот этот имперский... Империанский или имперский... Разница какая. Вот имперский корабль мне до боли знаком. Да-да-да. Слушайте, кто бы не хотел поуправлять кораблем Империя? Ну, наверное, я точно хочу сейчас это сделать. Так-с, и поэтому сейчас мы включаем двигатели. И пролетим над планетой Земля. Так, берем управление. Включаем двигатели. И полетели. Ускорим время. Ускорим время. Ох, это огромная махина, я тебе скажу. И поэтому ей очень-очень тяжело. Я прям чувствую, как ей тяжело управлять. Она даже, по-моему, не слушается управления. Ой-ой-ой-ой. Нет, нет, она вообще ни в какую... О-о-о-о, нет. Я не чувствую, не чувствую его управления. Давайте, короче говоря, сейчас посмотрим с вами другой корабль. Так, этот мы уничтожаем. Так, мы были с вами в Звездных Войнах. Ну, почему бы нам еще не посмотреть? Так, сепаратисты. Корабли сепаратистов. Я не шибко знаком с новой системой, там, Звездных Войн, с новыми сериями, фильмами. Поэтому, ребятки, пишите в комментариях, кому принадлежат тот или иной аппарат. Довольно-таки интересный. Огромнейший корабль. Космический аппарат Мунифициент класс Фрегат. Да, тоже межпланетный. Так, следующий. Следующий, следующий. Ресквент Круизер. Это что это такое, боже? Что вообще планировали там эти живые существа? Что вообще, о чем они думали, когда делали эти корабли? Нет, это, конечно, здорово, классно выглядит, но... Блин, это какие-то сумасшедшие задумки. Я офигею, если вот это вот, это какая-нибудь громадная, мощная пушка, которая может уничтожить целое человечество. Так, ладно, хорошо. Давайте посмотрим следующий. Империя. Империанские мы смотрели. Галактик. Дэдстар мы видели. Так, ладно, давайте перейдем ниже. Титан и Кемри. Так, Титан класс 2, звездолет Титана класса 2. О, ну вот этот звездолет очень, очень такой, что-то он мне напоминает. Где-то я его видел, боже. Хм. Довольно-таки прикольный аппарат. Я думаю, что данный аппарат имеет... Огромную скорость. Давайте, подожди, стой, я хочу взять управление. И попробуем пролететь. Слушай, по-моему, на данном аппарате я где-то пробовал пролетать на планетах. Что-то, что-то мне напоминает. Довольно-таки легко управлять. Такс, хорошо. Хорошо. Давайте уничтожим все эти объекты. Дабы у меня не провисало. И посмотрим следующий интересный. Такой объект, это у нас корабли Варкрафта. Ну, кто не играл в Варкрафт? В Варкрафт, наверное, играли все. Так, эммм... Корабль Легион Комманд Шип. Действительно. Здорово. Классный. Так, что у нас там сейчас есть еще? Подожди. Оу. Очень известные корабли. Да, 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 да. Так, и еще. Подожди. Наиболее там какой-то известный корабль где-то я видел. Звездолет Ксенодар. Нет, все, наверное, нужно заканчивать с этим, потому что сейчас симулятор Space Engine превратится в Варкрафт, а я не хочу этого. Ну что ж, ребятки, всем, кому понравилась данная серия, ставьте пальчики вверх. Мы рассмотрели с вами множество, практически множество кораблей. Много мы с вами не рассмотрели, потому что здесь понадобится уйма, куча времени. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. До новых путешествий. И помните, друзья, что космос и вселенная бесконечны. И мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok